Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы поехали с презентацией книг второго квартала популярной литературы. Несмотря на сильно подрезанные планы, нам все равно есть, что вам представить. Обращаю ваше внимание, что некоторые книги и проекты, которые представлены в этой презентации, уже вышли. Они просто не входили в презентацию предыдущую, поэтому мы решили в эту презентацию их тоже включить с тем, чтобы вы имели представление. Итак, первый проект, который мы бы хотели вам представить, это проект неформальных путеводителей. В этом году этот проект читается приоритетным. Ну, мы прекрасно понимаем, что это скорее проект приоритетный для Санкт-Петербурга, а не для других городов, но, наверное, другим городам тоже это будет интересно. Из новинок, при этом, у нас появится три. Первый проект, который уже вышел, это петербургский дневник, иллюстрированный блокнот от двух Марин, Марины Ждановой и Марины Александровой. Вы понимаете, что дневник это небольшие какие-то истории, которые мог бы рассказать о себе город, какие события происходили в то или иное время в нашем городе. Ну, вот, например, очень типичная ситуация, нисколько не изменилась ничего с 1906 года. Именно в этом году, 25 октября, в петербургской газете, в разделе брачных объявлений появилась следующая заметка. Мол, поэт, инт, луч, общ, мн, печат, жур и газ, оч, прос, даму-меценатку, муч, чёст, поэзии не люб, их ненавижу, дать 300 рублей на издание сборника стихов. Мол бы, от, по мере продажи книг. Ну, вы понимаете, если бы такой молодой человек обратился ко мне, я бы сразу же ему сказала, денег он даме-меценатке не отдаст, стихи не продаются. В общем, если вы хотите вписать свои имена в историю города, то этот неформальный блокнот-путеводитель для вас, уверяю вас, скучно не будет. Второй проект, который сейчас уже фактически свёрстан, это неформальный Петербург, путеводитель по культовым и злачным местам общепита. Всеми нами любимый автор Сергей Гончаров, как вы знаете, родился в Ленинграде, ведёт прекрасную группу «Ползком по Питеру», самая его известная экскурсия «Ползком по бару», и очень давно он хотел сделать такую книжку. Он провёл перепись всех точек общепита, которые работали в Санкт-Петербурге в советские времена и работают сейчас, а также посетил все бары. Ненадолго ушёл в запой, но таки мы успели сделать эту книгу к сроку. Поэтому, если вы хотите почувствовать историю города на вкус, этот путеводитель для вас. Мы с девчонками проверяли, всё работает, всюду можно зайти, только, к сожалению, те места, которые работали в советское время, сейчас работают в том же графике. Поэтому для их посещения требуется покинуть работу раньше положенного времени. Также мы сейчас готовим путеводитель по Кубани, условно, между двух морей. К сожалению, так как очень затянулась приёмка этого путеводителя на издательском совете, мы не знаем, сможем ли мы успеть к этому сезону. Путеводитель делаем, он сейчас редактируется, и посмотрим. То есть, либо мы его выпустим летом, но, к сожалению, не в мае, либо уже он перейдёт на следующий год. Это мы будем согласовывать с руководством. Также в этой серии вышел совершенно потрясающий путеводитель, петербургский алфавит, автор Софья Коловская. Это очень известная барышня в Петербурге и в сети. Она ведёт свою группу «One Day One Sketch». Очень известный художник скетчей. Самое главное, что многие её картинки с выставки, которую она проводила в этажах, месяца два или три висели её картины, были куплены буквоедом, и сейчас они растиражированы на магнитиках и календариках. То есть, как только входишь в центральный буквоед, первое, что видишь, это картинки Софьи Коловской. То есть, в принципе, мы считаем, что публика уже готова. Очень положительные отзывы дал наш директор Аня Титова. И, соответственно, второй директор петербургского филиала Анастасия Дудин, у которой сегодня день рождения, и которой на день рождения мы, конечно же, эту книгу вручили. На мой взгляд, это один из лучших подарков для тех, кто приезжает в Санкт-Петербург, и для тех, кто в Петербурге живёт. Мы очень надеемся на этот проект. Автор пока к нам относится лояльно. Поэтому, да, пока. Вот, Кира, не надо так смеяться. Вот, поэтому надеемся, что она будет активно участвовать и в презентациях. И у нас планируется ещё одна книга, адресная книга Петербурга. Мы её сделаем в том случае, если будет хорошо продаваться этот проект. Следующий проект, который я хотела бы вам представить, это культовый детский проект тоже. В принципе, он считается приоритетным, но он и так, в общем, во всех выкладках участвует и хорошо очень продаётся. Продолжение находилок-развивалок для детишек. Обращаю ваше внимание, возраст уже чуть постарше. Это книги в лесу, на реке, на море. И готовится к лету книга в детском саду. Мы её решили сделать к осени. Обращаю ваше внимание, что для некоторых книг на презентации я поставила цену. Это цена для тех книг, которые либо изменились в цене, либо, может быть, это серия, ну вот, например, «Неформальный путеводитель». Книги изменились в объёме, и поэтому цена у них тоже другая. В тех книгах, у которых цена стабильна, я цену не писала. Итак, следующая серия «Психология отношений». Мы её мучили очень долго, на мой взгляд. Света Маликова сделала потрясающие обложки для книг этой серии. Основные книги вышли в редакцию Тамары Шапошниковой, ну и мы тоже поучаствовали. Только что вышла книга «Любить не значит зависеть». Скажу вам честно, я её люблю очень. Я за неё билась, потому что действительно прекрасный текст. И сейчас на рынке, по большому счёту, только одна книжка-бестселлер на эту тему. Это бестселлер в Испании. И автор Сильвия Конгост сама прошла вот через эти разрушительные отношения. И, на мой взгляд, очень хорошо описывает, что в этой ситуации делать, как помочь себе и как из этих отношений выйти. Вторая книга от нашего российского автора, уже очень опытной женщины, «Краткий курс одиночества». Книга, которая показывает, что одиночество – это не трагедия. Одиночество, на самом деле, может быть счастьем, может быть периодом для саморазвития. Бояться его не нужно ни в коем случае. И одиночество – это скорее внутреннее состояние, чем внешнее. Оно совершенно не зависит от того, сколько вокруг тебя людей. Вы знаете, что самое страшное одиночество – это одиночество в толпе. Так что вот книга «Краткий курс одиночества» готовится к выходу. Она у нас уже готова, мы ждем только, когда нам разрешат ее выпустить. Продолжение нашей бестовой серии карточек игр для детей и для взрослых. Это фанты для детей «Эрудит». Так, прошу прощения, уважаемые коллеги, не заметила. Фанты для детей «Эрудит» и фанты для взрослых «Эрудит». Написано в презентации два раза «Фанты для детей». Мы знаем, что и передачи такого типа по телевизору очень популярны. И мы решили сделать вот тоже такие фанты. Могу вам сказать, что проводили мы уже эксперименты на работниках редакции. Обсмеялись и выяснили для себя очень много нового. Готовится к выходу у нас также продолжение этой серии «Летние забавы фанты для взрослых» и «Летние забавы фанты для детей». Это фанты, которые можно использовать на свежем воздухе. То есть речь не идет о том, что обязательно только на пикнике. Но понятно, что летом все равно в основном люди проводят время на улице. Вот мы решили сделать такие фанты. И фанты «Верю, не верю» для взрослых и для детей. Их также можно отнести к фантам «Эрудит». То есть тоже это такие эрудиционные игры, которые можно использовать и в школах на дополнительных занятиях, и дома, и в дороге для того, чтобы себя развлечь. Мы нашли новых авторов для серии «Дом, быт, досуг». Я очень надеюсь, что они понравятся покупателям нашим и, соответственно, сетям, с которыми мы работаем. Первая книга, которая уже вышла, это «Народные куклы-обереги». Автор Татьяна Денисова. Она уже издавалась в издательстве АСТ. Это известный автор «Народные куклы» из Украины. У нас как-то так получается, что больше всего авторов в Украине живет. Ну, видимо, они склонны к таким занятиям хобби. Соответственно, авторы этого очень хорошо знают рукодельницы. Она часто проводит мастер-классы и в Украине, и в России. Ее книга посвящена куклам-мотанкам, которые можно сделать, даже дети могут сделать. То есть реально эти куклы можно использовать даже для занятий в детском садике. Как «Народная кукла». Там есть интересные достаточно факты и о традициях, связанных с этими куклами, и о русском народном костюме. В общем, мне книжка очень понравилась. И новые, конечно, потрясающие книжки с котами на обложке. Татьяна Зуева – это автор, который нам посоветовала всеми нами любимая Елена Лаврентьева. Игрушки просто фантастические. И она известна именно как автор игрушек-кофеюшек. Это текстильные куклы, которые окрашиваются с помощью кофе. Более того, они и пахнут кофе. «Ой, ребята, у меня такая одна кукла стоит дома. Это просто невероятно. Это очень здорово». То есть, конечно, это мастер с большой буквы. Ее очень часто в сети фотографии в разных блоках укладывают и так далее. Я надеюсь, что она будет достойным продолжением нашей серии. И любимая всеми нами автор Кэтрин Блэк, но так как эта презентация пойдет не только внутри нашего холдинга, но и снаружи, мы не поставили ту фотографию, которую автор прислала нам в редакцию. Все мужчины были в восторге. Кэтрин Блэк – байкерша. На этой фотографии она была в чудесном кожаном белье, и тема бюста была раскрыта полностью. Она предположила, что мы, конечно же, кадрируем ее фотографию на обложку. Мы сделали это. Но Олег Орлов долго еще бегал в нашей редакции для того, чтобы оценить качество фотографии автора. Он был удовлетворен качеством. Но игрушки Кэтрин Блэк очень известны в сети. Их очень часто тоже используют и в блогах, дают на них ссылку и так далее. Они просто очаровательны. Самое главное – их достоинство. Их действительно может сделать любой человек. То есть даже тот, который с трудом держит нитку с иголкой в руках. Если проекты этих авторов пойдут и покажут хорошие продажи, то, конечно, мы с радостью будем продолжать с этими авторами работать. Они к нам тоже пока относятся лояльно, несмотря на то, что эти книжки очень долго лежали на полке. Следующий проект всеми нами известной и любимой Елены Лаврентьевой. В этот раз она представляет книжки маленькие по 32 странички и книжку большую «Чулочная кукла» о магнитике. Безумно нравится всем вот эта прекрасная барышня на холодильнике со скалкой. Нам она тоже очень нравится. И, насколько я знаю, книги Елены Лаврентьевой продаются в общем и 64 страницы, и 32 страницы. Я надеюсь, что этот проект тоже благосклонно примут наши покупатели. И, наконец, книга, которая продолжает нашу серию «Художественная мастерская». Это книга от автора русскоязычного, но проживающего в Германии, Виктория Цойгергер. У нее своя художественная школа в Германии и совершенно потрясающие материалы по работе с детьми. В чем особенность этой книги? Ну, первое, несмотря на то, что Виктория Цойгергер живет в Германии, но использует она все те же материалы и способы, которые могут использовать наши российские авторы, наши российские преподаватели художественные и родители с детьми. И что мне понравилось больше всего, эта книга реально создавалась при участии детей с учетом их интересов и возможностей. И многие иллюстрации в этой книге – это работы маленьких учеников автора. Я очень надеюсь на то, что это будет достойное продолжение нашей серии «Художественная мастерская». Ну, вот, в общем, все новинки, которые у нас выходят во втором квартале. О новинках третьего квартала я буду рассказывать позже, когда у нас устаканится план. Потому что реально сейчас мне даже трудно сказать, а что же нас ждет. Буквально несколько слов у меня, по-моему, есть еще немножко времени о том, как мы съездили на выставку в Болонию для тех, кто об этом не знает. Мы привезли довольно большое количество детских проектов. Основные направления детских книг, которые мы привезли – это так называемые полезные сказки или книги по эмоциональному интеллекту. Также это научпоп для совсем маленьких детей и для детишек начальной школы и старшего дошкольного возраста от многих известных издательств. Мы привезли одну книгу для Юлии. Это книга «Эволюция» с потрясающими совершенно картинками. Она может использоваться как для взрослых людей, так и для учащихся старших классов. И еще несколько книжек вот именно для учеников старших классов и также для взрослых людей. Мы хотим попробовать это направление. Ну, если все-таки мы примем их на издательском совете. Ничего мне привезли по детским хобби. Пока еще как-то вот эту тему я не знаю, как продолжать. Потому что, к сожалению, даже такие прекрасные книги, рисовалки, пластилиновые книги и книги по изготовлению всякой продукции детьми из природных материалов, ну, не дают они хороших продаж. То есть, я так понимаю, что мы не нащупали тему или, наоборот, эту тему слишком перегрузили. Я имею в виду рисовалки и лепилки. Очень хочу пойти в сторону аппликации, но пока мы не нашли достойного автора. Так, чтобы сделать эти книжки четко соответствующие программе детских садов и начальной школе, но при этом, чтобы они выглядели нестандартно и симпатично. Ну, вот, наверное, краткий обзор того, что у нас происходит и то, что вас ждет. Огромное вам спасибо за внимание. У нас с вами есть еще 4 минуты. Если у вас есть какие-то вопросы, готовы на них ответить. Так. Ну, я так понимаю, что вопросов у уважаемых коллег не возникло. Вот, еще раз спасибо за внимание. Экипаж корабля прощается с вами. Давайте, знаете, что я сделаю? Я сейчас включу в полноэкранный режим. Сейчас посмотрите картинки вот из художественной мастерской. Вот, чтобы лучше они были видны, потому что, ну, действительно, это совершенно чудесное изображение. Да, то есть, на мой взгляд, ну, нисколько не хуже книжка получилась, чем те, которые мы делали по коэдишн. Вот. Все, уважаемые коллеги, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok